Салютики, друзья! Мое утро начинается не с кофе. Мое с кофе утро никогда не начинается. Я не люблю кофе. У меня коктейльчик. Алмазет. Вот она, реклама Алмазет. И я готовлю вафли. Вовсю. Вот еще. В принципе, не так много теста. Скоро закончу. Ну-ка, 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 ну-ка. Рано. В общем, к Милане в школу идем на какую-то тусу. Прощальный вечер с четвероклассниками. Я говорю, Милане, обязательно идти? Она говорит, ну я бы хотела бы. Там в два часа, в общем, они будут свою заключительную работу защищать полугодовую. Мы будем сидеть, слушать в классе. И потом в школьном, как его, дворе тусовка. И я не поняла формат вечеринки. Я говорю, надо что-то приносить, не надо. Мне почему-то никакие письма не приходили. В общем, на всякий случай готовлю вафли. Но тут фигня такая, что у Миланы сегодня театр. Ей очень нужно там быть. Поэтому надеюсь, ее сразу после четырех увезти. А там как получится. Показываю вам рецепт вафель. Я уже писала. Но для тех, кто может недавно или кто пропустил, лень писать внизу. Вот смотрите. 100 грамм сахара, 250 муки, полстакана теплого молока, 100 грамм растопленного сливочного масла, 2 яйца, чайную ложку разрыхлителя. Взбиваем миксером яйца и сахар. Потом добавляем все остальное, муку и разрыхлитель в последнюю очередь. Точка. Видите, штатка вся в муке. Разламываю сразу вот на такие сердечки. Вот как по мне, это прям тесто идеальное для этих вафель. Много всяких вариантов. Есть, я пробовала и другие. Не знаю, остановилась на этом. Такое же тесто я иногда использую для вафель трубочки. Но мама говорит, что для трубочек тесто должно быть пожиже. Можно сделать и пожиже. Ну что, посмотрим, что мне за пакет пришел. Посылка только что получила. Я, в принципе, знаю, что там. Сейчас возьму ножнички, открою. Что касается моей обуви, помните, от Хаем, которую я ждала. Там, оказывается, такая история. Я так поняла, что с одним и тем же кодом две посылки были. Причем две разные. Не два раза одну и ту же обувь мне отправили. А одна посылка была с обувью, а вторая неизвестно с чем. И, короче, ее отправили обратно, так как неправильно промаркировано. Обидно. Причем, что ничего другое я больше не заказывала. Что-то могло прийти мне на халяву. У меня уже в Хаем была такая история. Пару лет назад, когда я там по летним скидкам на заказывала всякого разного, мне пришла посылка на мое имя. Все нормально. Там лежала накладная, еще, не знаю, как правильно назвать, тоже на мое имя. Указан весь товар, что я заказала. А товар реально полностью другой. Вообще ни один артикль не совпадал. И посылка была, которую я получила, на общую сумму гораздо больше, чем то, что я заказала на самом деле. Но там были и фасоны, и размеры. Но вообще не мое, и даже мне такое отдать было некому. В общем, я с ними созвонилась и откладывала им обратно. А свою потом я так и не получила. Не знаю, кому они отправили. А это посылка от My Little Box. Я уже, в принципе, знаю, что внутри. Я не выдержала, посмотрела обзорчики. Разочаровалась и уже отменила подписку опять. В этот раз они мне ничего не предлагали взамен, чтобы меня удержать. В следующем месяце у них будет рассылка сразу за два месяца. Она будет вдвойне дороже. И она будет вдвойне больше. Что там будет, я пока не знаю. Я, естественно, прослежу. Если увижу, что там что-то, что мне может понравиться, я просто могу заново сделать подписку и заказать все то же самое. Скажем, в прошлом месяце те, кто сделал подписку новенький, во второй половине месяца, в прошлом месяце была от них посылка с товарами от Estee Lauder, кто помнит, что-то вырубила с камеры. И они получили в прошлом месяце полноразмерную тушь от Estee Lauder стоимостью почти 30 евро. Просто так, на халяву. В общем, в этой посылке должно быть два аксессуара и три бьюти-продукта. Обычно так. Вот она. Так, упакована в этот раз. У них каждый раз по-разному упакована. Это тоже по-своему и прикольно. Что меня удивило, то, что в этот раз у них вот этот вот мешочек считается тоже как аксессуар. Хотя обычно такие мешочки как бы в счет не идут у них, насколько я понимаю. В этой мешочке лежит сумочка. Вот такая летняя сумочка. Чуть-чуть перемялась. Слушай, вот я смотрела обзоры, видео. Мне казалось, она гораздо худшего качества. Такая прям плотненькая, прям, знаете... Я бы даже могла бы это перепутать с замшевой кожей. Правильно? Сказала, да. Прям такая плотная. Я думала барахло. Она, конечно, немножечко перемялась, распрямится, но я думаю, такую сумку вполне себе летом можно носить. Вот честно. Думала, сейчас полное расстройство буду. Нет, вот с одной стороны видно, что не настоящий материал, а с другой стороны, ну окей, я тоже думаю, что нет, но смотрится достойно. В общем, такая вот летняя прикольная сумочка. Что же внутри этой сумочки? Внутри этой сумочки такая бумаженция. И там где-то должен был быть еще вот здесь, по-моему. Вот, да. В этой брошюрке. Всякое разное написано, и тут же идет код, который можно использовать для того, чтобы распечатать бесплатно 32 фотографии. Возможно, тоже воспользуюсь. Почему нет, правда? Так, дальше. Что мне попадается вот в этой вот сумке? Это вот такое вот средство. Моему мужу тоже стало интересно. Он вышел, даже прервал свой сон. Лицо покажи, богатое. Вот это мой муж. Эта штука пришла специально для лица. Вот такая вот. Понравилось? Чки мне, когда я просыпаюсь, у меня какие-то отпечатки. Хочу спрей для увлажнения лица. Он там со всякими витаминами, маслами и так далее. Вот летом, знаешь, мне кажется, когда ты вот едешь в машине или там на море, когда жарко, хочется вот водичкой пшикануть, почему бы не пшикануть лицо, допустим, вот такой вот водичкой. Хочешь еще тебе попшикать? Нет, просто по фоне. Она просто купила новый фон. В общем, смотрим дальше. Что это было? Что? Там муха сидела там. Насилие в семье. Над мухами. Над мухами. То есть, да, жирная муха летала сегодня по квартире. Ну, тебе же говно муха. Жирная. Жирная муха летала. Так, следующее, что тут есть, это их собственная фирма Гамаш. Гамаш знаешь, что такое, Саш? Это как скраб. Но это для тела, я так понимаю, а не для лица. Хотя надо почитать. Да. Пилинг для тела написано. Вот такой вот. Я не буду сейчас открывать, потому что я не буду им пользоваться. Сейчас. Ты серьезно, Саш? Саш, ты сейчас серьезно? Саш, ты сейчас серьезно мне это оставить? Все нормально. Продолжай. Нет, вырежу. Нет, это домашняя установка называется. Ой, извините, там момент вырезал. Это Саша просто пипец какой-то. Саш, ты специально пришел мне испортить весь кадр? Я не представляю, что сейчас было. В общем, это пилинг для тела. Я не буду им сейчас пользоваться в ближайшие пару недель, потому что у меня еще есть. Поэтому я не буду открывать, но вроде как должен пахнуть персиком. Саша, блин, лучше ты спал. Да, это второй бьюти-продукт. Третий продукт. Я уже, Саш, тебя побаиваю. Синдзи как шоу. Как тебе, кстати, моя сумочка? Офигенно. Какая? От этого? Летняя хорошая сумочка. Говно. Маленькая, не вместительная. Ну, как раз-таки нормальная поместимость. Единственное, что кармашков там никаких нет. Ты реально заказывал себе? Да. Видите, про что я говорила? Про материал вот такой вот. А может, как пробка? В общем, такой интересный материал. Парадизиный. Ой, нож сешет. В общем, Саша, ты мешаешь по ей распаковке сегодня. Третье. Я его вот ее разбавил. Ой, лучше бы вам не знать, как он ее разбавил. Еще третье, что мне пришло сегодня из бьюти, это крем для рук. Написано Тукума. Такс. Какой-то прям дико натуральный. Срок годности до апреля 2004 года. По цене он стоит около 10 евро, я видела. Вот такой, кстати, в железном тюбике. Вот такая вот посылочка, друзья. Стоила 18.50. Как вы думаете, стоит того или нет? Напишите свое мнение. И как вы считаете, Саша, помогает распаковкам или все-таки отвлекает? Дубль три. Что ты ржешь? У меня камера что-то сегодня вырубается. Кажется, мой телефон пора менять. Айфон сила. Короче, мы идем, Саша, в школу. Что там будет до конца, не представляем. Потому что, я уже говорила, в нашей школе, вот в этой начальной, классы смешаны с первой по четвертой. И вот в Миланином классе четвероклассники, их семь человек, по-моему, сегодня выпускаются. Они защищают свою полугодовую какую-то работу. И потом будет отмечать, будем отмечать все это дело. Несмотря на то, что Тимур в прошлом году заканчивал эту же школу, такого не было, потому что до этого была корона. В общем, на самом деле, не было только в нашем классе, в остальных других было. В нашем не было, потому что учительница нашла в поле, что там из-за короны дети не успели подготовить. В принципе, она даже не говорила об этом ничего. Поэтому мы до конца не понимаем, как это будет происходить. В прошлом году, когда выпускалась Тимур, мы просто всем классом ехали на детскую, не на детскую площадку, на какую-то площадку, да, помните? И там просто каждый что-то приносил, накрывали поляну, дети общались, родители общались. Вот так это происходило. Как будет сегодня, я не знаю, но я думаю, что мы будем недолго. Это уже год прошел. Я думаю, что мы будем недолго, потому что Милане сегодня обязательно нужно в театр. Обязательно, желательно. Потому что они там репетируют, они хотят скоро выступить. Мне сейчас очень все это так усиленно и важно, и тоже пропускать не хочется. В общем, и там немножечко побудем, и в театр надо успеть. Идем обратно, показывала, идем туда, идем обратно. Ну, там не поснимаешь, дети чужие. Я с чаечком. У Миланы хэппи дэй. Да. Идем в театр. Все успели. В общем, два часа началось, трое детей презентовали свою работу, а еще четверо в первой половине дня. Это было еще во время учебы, Милана говорит. Там тоже можно было приходить. Приходили родители, наверное, да, только этих детей? Да. Вот. Мне понравилось. Скажу так, дети действительно очень хорошо подготовились. То есть ты такое не сделаешь за неделю. Или там в последний вечер вспомнил и сделал. Да, Саш, тебе понравилось? Да, мне понравилось. Сначала две девочки были. Одна девочка рассказывала про греческих богов. Я, знаете, слушала и думала, как бы здорово Тимур бы эту тему мог бы рассказать, потому что вот он, ну, действительно, прям в теме, да? Интересно было вообще. Очень интересно. Мне кажется, это больше всего мне понравилось. Тебе про греческих богов больше понравилось? Да. Единственное, что девочка очень тихо говорила, ну, довольно тихо, и что она по листику читала, да, могла бы выучить по-русски. Нет, почти читаю по листику. Нет, про Костас мальчиком читал. Короче, не то, что по листику, у них такие, как открыточки такого формата, листики были, но они там посматривали. Она иногда говорила, да, иногда посматривала. Ну, как-то это было... Немножечко монотонно, как я считаю, да? Потом была ещё одна девочка, она рассказывала чуть-чуть повеселее, но тоже по листику. И она рассказывала про религии, четыре самые крупные в общем. А третий был мальчик. Вот мальчик мне прям очень понравился. Это было про космос. Я для себя даже много нового узнала. Он не по листику. Он всё, ну, как бы, знал. Даже не то, чтобы... Смотрелось даже не то, чтобы он всё выучил, а то, что он всё знал, реально этим интересуется. Он большого просто рассказывает. И рассказывает прям вот... Очень здорово. Жестикулирует. Там всякие примеры. Там всякие у него были наглядные... И он ещё... У него был эксперимент, но он не получился эксперимент. Ну, шарик лопнул, да. Да. И он всё равно не останавливался и показывал, что было бы, если шарик не лопнул. Да, молодец. Он не растерялся, что шарик лопнул, не расстроился, а просто рассказал, что было бы, если бы вдруг он не лопнул бы. Вот что странно, обычно же девчонки, да, заумные такие, ну, в школе бывают, да, такие прям вот выучат, всё вызубрят, а здесь наоборот девчонки... А мальчикам... Классно! Ему потом... Потом можно было задавать вопросы. Девочкам ничего не задавали, мальчику задавали. И на вопрос, на который он не мог ответить, он всё равно, это шутка с юмором, отвечал, типа, что, ну, я пока как бы не в курсе, но... Вот. Я говорю, Таня, Таня, задай вопрос девчонкам какой-нибудь. Видите, ничего не задаёт. Ты не задаёшь? Ну, почему я должна задавать? Вот. А потом в конце уже было, как это называется, ну, обратная связь, типа, там, все говорили своё... Зелёный, зелёный. Зелёный, зелёный. Все говорили своё мнение, понравилось, что понравилось. И тут Саша был отзывлён, потому что... Ну, и Милана там каждому поднимала руку и рассказывала, что ты молодец, там хорошо подготовился, мне было очень интересно. В таком духе там все, да, хвалили. Вот. И Саша говорит, они выучили, им сказали, что говорить, смотри, я говорю, нет. Они не выучили. Я потом у Милана спросила, говорю, нет. Они сами поднимали ручку. они говорили, а заученными словами. Ну, почему? Было интересно, сказали, что было интересно. Это просто знаешь, все, от чего идёт? Знаешь, что они готовились, они тренировались, это делали. Дело в том, что у них подобные работы, но не такого большого масштаба, чуть ли не каждый месяц. Делают все прям даже первоклашки. Ну, именно у них в школе тогда происходит. И поэтому у них вот эта вот презентация, это как бы не то, что ты там никогда не делал, и тут полные штаны волнения. Нет, и как бы волнение, понятно, есть, потому что тут ещё и родители пришли, но они это тренируют прямо с первого класса. И вот эти вот обратная связь, вопросы, это тоже для них не ново. Они просто раз в месяц, когда эти презентации бывают, всегда их задают. Поэтому выглядело, что они откипентированы. Это не влияло на оценку ни на что, просто как бы, да? Да, это уже не влияло на оценку, уже табеля у всех четвероклашек есть. Это было просто, ну вот у них такая традиция, что перед тем, как ты выпускаешься, у тебя вот эта вот большая работа, ты как взрослый уже такой, да, представляешь ее перед всеми. Милане предстоит в следующем году. Да. И даже жаль, да, что у Тимура, Саш, не было такой. Интересно было бы. Вот у Тимура, помните, кто давно смотрит одна из его этих ежемесячных работ, которые он представлял? Вот полугодовая, раза в три больше, плюс даже каких-то, плюс ещё в тетрадке некоторые много пишут всякие. В общем, сегодня у мальчика, допустим, было три подобных плаката. Плюс там всякие опыты, эксперименты. У девочек были тоже и какие-то и плакаты, и плюс ещё карточки всякое такое. Ну, у Тимура тут просто его тема любимая, поэтому он его оставил, сохранил, остальные я даже не знаю, где. И про хомячков у него было. Где-то он уже всё затерял. Вот так вот. Вообще, я считаю здорово, что у них вот именно вот так проходят эти выпускные. Я не знаю, как в старших классах, там наверняка уже по размашисте, там как-то. Но вот именно в садике, в садике тоже немножечко более так. Ну вот переход с 4-го, 5-й, ну вот, ну в принципе, я не скажу, что у них такой какой-то пафос присутствует, что там собирают до этого большие деньги, там по кафешкам, по ресторанам. Там нет, спокойно все после школы в обычной одежде, там училка в кедах, в джинсах. Вообще не заморачиваясь. Каждый что-то принёс к столу, всё это на общий стол составили. Сегодня было как, час мы где-то в классе провели, вот эти три работы послушали, примерно каждый по 15 минут, плюс там вот все вопросы, общая такая всякая. Учительница там всех поздравила. И потом пошли на улицу, там столы на улице уже постояли со скамейками, составили там кто что принёс. И все ходили просто в свободной форме, общались, кушали. Как-то вот так. Мы ушли чуть пораньше, там, конечно, ещё люди остались, потом четвероклассники поздравили учителей. Тоже чисто там символически какую-то там картинку подарили, сами сделанную. Ну, то есть такая, такая программа довольно расслабленная. И в какой-то степени это классно, потому что вспомнишь вот этот вот пафос, который в наших странах присутствует. Там, не знаю, все-всё из себя. Куча денег, куча вложений. А тут вроде тоже у детей много эмоций, всё классно. Ну, и, правда, и сравнить не с чем. Саша чистит свой компьютер. Он вообще начал гудеть у него. Странно. И сразу появилась идея, что, скорее всего, от пыли, потому что сверху-то там, видите, и по бокам оно может попасть. И сейчас разобрал, почистил, и смотрите, тишина, да? Да. Ну, дорогой сейчас включен. Сразу вообще по-другому. Помог пылесос, ой, пылесос. Насос для палатки. Им сдувало, пылесос им потом засасывал? Я сначала всё обдул, здесь был всё к пыли, потом пылесос убрал. Слушай, Саш, следующий шаг, это PlayStation, потому что он реально скоро накроется, Саша. Досточно всё очень. Возьми YouTube, и всё поэтапно, по инструкции. Сейчас же всё, что угодно можно найти на YouTube. Теперь, смотри, как новенький. Надо периодически чистить, потому что... Слушай, у тебя почти год уже он, да? И ещё... Я же его б.у.сный купил. Ну, вообще, почти год он у тебя. Вообще ему два года, да. Год он у меня, и год он был до предыдущего хозяина, до этого. Просто, по ощущению, вот ты недавно купил, а так время летит, это ползает. Тут предыдущий, наверное, тоже его, вряд ли, чистил, в Телевисе. Он его так и продал. Очень удобно, что можно просто открутить стёклышко боковое. Без всяких инструментов? Да, он рукой просто отключил, и всё работает. Там Тимур что-то Артём втирает. Вчера фильм смотрели с детьми, и неудобно смотреть, потому что гудит вентилятор из-за пыли. Когда на фуре едешь, не так чувствуете, да? Ну, на фуре я там радио ещё включаю. У Саши полная атмосфера машина тут. Он включает радио на всу и погнал. Кофе, радио. В спальню не зайти. Я представляю, что соседи там с ума сходят, наверное. А, кстати, вы заметили, Саш? Покажись, покажись. Уборка уборкой, покажись. Чего? На лосо полностью Саша сбрил. Покажись. Да? Ну, покажись. Два миллиметра больше, два меньше. Ну, и теперь полностью, в общем, что касается наших конфет. Смотрите. На дне и остались только красные. Зелёные мои любимые. Красные, простые, клубничные и клубничные малина с мороженым. Там ещё есть вишня. Ещё вишня есть. А я, кстати, клубничные любила. Вишни. Ай, нет, нет. Это не. Это же с клубникой был. Да. Вот вишня. Вот. А, а ты аж скажи мне. Я ни одной не взяла ещё, честно. Что? Да, Тимур, мама даже не попробовала. Отвините коробочку от 1 до 10. Ну, 10. Была вообще полная. Я сгоняла опять за молоком. Молоко у нас дома не задерживается. Саша предлагал на скутере, но я люблю гулять. В крайних случаях, знаете, когда плохая погода, или уж очень далеко, или слишком много покупать, тогда уже, да. В общем, зашла в Нобис, купила себе опять сырный пирог. Ну, что-то из Нобиса, он очень, очень, очень вкусно заходит. Помню, как-то раньше одно время мы часто покупали в Кауфланде в заморозке. Тоже такой кейзи кухонный, он больше гораздо и выгоднее, там что-то 3 с копейками может стоил. И Артём его очень любил, сейчас вспомнила, думаю, надо будет как-нибудь купить. Потому что этот ему так не заходит. А так вкусно, почему бы и нет, что-то подзабылось, давно не брали. Так, у нас киновечер, клубника просто бомбезная, вчера, которую в Лидле купила. Я даже не могу описать, вот прям настоящая вкуснющая клубника. Это сырный пирог, сейчас я нарежу, буду с чаем, заварила себе чаёк. Сегодня мы смотрим четвёртую часть Шрека. Да? Но с миланой будут смотреть только мама и Милана. Мы с Миланой его будем смотреть, а Тимур досмотрит с папой. Я досмотрю один фильм Эдди Орёл. Вчерашний, по-моему, да? Да. Вчера вы смотрели. Милана не хочет... Досмотрим, а потом я к вам присоединюсь. Милана не хочет говорить, что он грустный. Вот в этом плане Милана в меня я тоже не люблю грустные фильмы. Все, друзья, с вами мы прощаемся. До завтра. Всем там лайк. Все дела. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok